Праздник 15 февраля Праздник 15 февраля Праздник 15 февраля А, например, наши с вами соотечественники, которые жили в начале уже прошлого века, вот по данным архивов, крестины происходили или в этот же день, или на следующий день. Между рождением и крещением не было больше одного дня. Почему? Потому что, конечно же, очень большая детская смертность, да, и мамы, папы очень сильно переживали, если вдруг их ребенок умрет некрещенным. Это тяжкий грех на совести родителей, прежде всего. Вот, так вот, праздник Сретения Господня, встреча, когда Бога Младенца Иисуса принесли в храм Иерусалима, и его встретил старец Симеон Богоприимец. Его потом назвали уже. Вот, вообще, эта тема, тема встречи Бога и человека, как раз и является той краеугольной темой, о которой, собственно, можно говорить именно с вами, с молодыми людьми, потому что каждый из вас, ну, знаете, встречается с друзьями, с родителями, с коллегами, но все равно, когда остаешься один на один с собой, все равно в сердце есть желание встретиться с Богом. Да, потом уже будет семья, хлопоты, знаете, разные обязанности, ответственности, потом уже будет, может быть, немножко и не до этого, и сердце будет занято. Пока человек молодой, именно в силу своей молодости, он готов и хочет встретиться с Богом. Вот, и поэтому в это приближение к этому празднику, вот, мы пригласили из города Челябинска театр молодежный, православный, при Кафедральном соборе города Челябинска, который, на ваше внимание, представит свою работу «Голоса Сталинграда». Ну, вот, недавно мы с вами праздновали 70-летие Сталинградской битвы, вот, и вы знаете, это и средств массовой информации, и от ветеранов, да, и от своих руководителей. Но, смотрите, что такое война? Для кого-то война – это что-то когда-то где-то бывшее, да, как бы вести минувших лет. Для кого-то война, буквально здесь и сейчас, каждый день, каждый миг его жизни, борьба за существование, или его, или он победит. Вот, для кого-то война – это все-таки духовная борьба. И в чем состоит эта борьба? В том, чтобы остаться действительно настоящим человеком, чтобы жить по-настоящему, понимаете? И это очень большая задача для многих людей, потому что, ну, как бы, просто так, как все, жить трудов не составит. А вот жить действительно по-настоящему, с большой буквы, это и есть настоящая духовная задача. Вас приветствует Молодежный православный театр «Белая птица», город Челябинск. Мы прилетели к вам буквально два дня назад, и завтра уже улетаем. За эти дни нам удалось показать уже два спектакля. На вашей площадке это третье выступление. И каждое выступление для нас очень-очень значимо. Премьера состоялась в июле 2012 года, канун начала Сталинградской кампании 70-летия. И вот теперь, когда весь мир празднует победу, нам удалось добраться и до вас, приехать. Для нас это очень-очень важно. Мы очень рады видеть полный зал, потому что чем больше людей, тем больше сердец, которые примут вот эту нашу исповедь, наше покаяние, наша любовь. Потому что вы живете здесь, вы каждый день с этим соприкасаетесь. Мы с Урала, мы далеко. Как мы могли, как мы сумели выразить всю ту любовь, которая в нас скопилась к вашей земле, к подвигу русских людей. Вот мы все это привезли, и мы хотим с вами поделиться. Примите, пожалуйста. Какая сильная. Ох, чует моё сердце мануальное, Ох, чует. Да только пусть попробует набзунуться гитлер проклятующий. Мы ему покажем, пусть кину мать. Узнаем он, где раки зимуют. Ох, и бедовая ты, Мюра. Ох, и бедовая. Да уж какая есть. Гитлер шмидтлера волнует, ты смотри, там не колдуй. Пусть залёточка придёт, тебе шею рассвернёт. Молодок, пошли, 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 пошли. В днём под жар говорено, чтобы слушал Сталина до Германии. Летим, в гости к нам не приходи. Ух, не боись, товарищ Сталин с нами. Говорит он, войны не будет, значит не будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Оп, Нюрка, иди сюда, поглядишь. Вон мой брат, мой брат Андрей с войненькой топает. Я ж тебе говорила. Давай, взять, давай быстрее. Ну, не получится у меня ничего. Ну, я и так тебе все ноги уже отбил. И способный. Ещё какое способный, Летимушка? Завтра выпускной, и ты будешь танцевать вальс. Давай попробуй, в последний разочек. В последний разок, обещаешь. Честная Корсомольская, отстану от тебя, как только научат танцевать. Давай, раз, два, три, раз, два. Тили, тили, детство, жених и невеста. Сороки, я вам съеду. Ех, 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 ех. О, как у меня сели тут. Нравится всем легче. Что ж такое это? Ещё и Лёха куда-то запопастился. Тили, тили, детство, жених и невеста. Ты посмотри на него. Ты опять здесь со своим межом. Смотри, что ты Лёна испачкал опять. Ну, испачкал? Да? Да это вы, да это вы сами стирать. Не оручай. Да вы что, ещё и нас отчиняешь. Посмотри, я тебе накажу. Да не, кто тебя туда не возьмет. Нет, возьмут. А вот спарив что-нибудь, вот уж ты проиграл. Сказала, буду, Лёшка, значит, буду. А ты, Лёшка, смеёшься? Скажи, ну так. Ну и разношёваешь ты меня, кто тебя такую. Пей, Галису. В Лёшке, давай смерть, а? Сам-то от Гашкарба, Вишка, смеёшься? Ну, не женская же, отодёк. Ну, не женская. Опять ты, Петька, залазил. Женская, не женская. У нас своему сведению равноправие. Сказала, буду, Лёшка, значит, буду. Вот только подрасту. Такое, Боже, разговариваю, не стану. Ну, не так. Мне сердись ты. Ну, пости. Давай. Какой звук забытого гимна Мои чёрные гипи судьбе. О, Бер-Бер, мне печальные гимны, Что приснился мне сон о тебе. Александр Блок прекрасен. А хочешь, я прочитаю тебе своё стихотворение. Ты же стихи видел? Конечно, прочитай. Расцветает вишня. Я люблю снова сад в цвету. Ты молчишь, а мне тебя слышно. Так ты со мной. Признайся, ты в кого-то влюблена, скажи. Да нет же, нет. Ни в кого я не влюблена. Вот только знаешь, иногда сердце забьётся так часто-часто. Кажется, что я люблю весь мир. Каждую травинку, каждую букашку. Что это с вами? А у тебя такое бывает? Конечно, бывает. Ты как хорстук забытного гимна, Мои чёрные гипи судьбе. О, Карамел, о, Карамел, мне печальные гимна, Что приснился мне сон о тебе. Прочитайте, как письмо Цена из армии пришло. Какое же слово пройдёт? Мам, ну и так. Ну, не скажи, Ванятка, не скажи. Очки я далече разбила, А сегодня вот письмо Цена из армии пришло. Уж больно хочется знать, Что он пишет, Как ему служится. Здравствуй, моя дорогая мама. Здравствуй, сынок. Вот уже прошёл месяц, Как я служил в красной армии. А будто целый год тебя не видел, Милая моя. Мне так кажется, Вот так вечность прошла. Родненький ты мой. Цена принял присяду, Там есть такие слова. Клянусь до последнего вздоха, Защищать Родину. Ну, а как же иначе? Ты уж, виденька, честно служи. Не позорь мать свою. Я говорил эти слова, Думая о тебе. Родина, это ты, мама. Родиночка, ты моя. Представляешь, мама, Какая наша Родина большая, Красивая, сильная. Это я понял только сейчас. Это уж точно. Даже не сомневайся. Она даёт нам свою силу. Она любит нас всех. Родина. Она на то и Родина, дружок мой. Мама. Она такая, как ты. Добрая. На границе всёмирно. Спите спокойно, мама. Ну и хорошо. Ну и слава богу. Наши лётчики летают вдоль границы. Рога не пропустят. Да и мы пограничники на чеку. Враг не пройдёт. Вот и молодцы, хлопцы. Молодцы. Прости меня, мама, Если я когда-то не слушал тебя, Обижал. Что ты, сынок? Я не сержусь. Прости, брата. Прощаю, дружок мой. Прощаю. Передавай привет Всем ребятам нашего двора. Коляну и Лёхе, Андрею и Нине, Петь и Мухе. Всем, всем, Кого знает, Кто помнит меня. Привет. Всем, сынок, кланяйца. Всем. Если бы ты знала, родная, Как часто я думаю о тебе, Как переживаю за тебя. Как сильно тебя люблю. Как жду нашей встречи. Твой сын Виктор. Пресвятая Дева, Матушка Богородица, Моли сына своего О детях наших. Наш волк пережил Дон и Настойчиво продвигается на восток. Какие у Советов просторы. После войны эта земля станет нашей. Верим, что фюрер скоро победоносно Завершит эту войну. По его словам, Шестая армия Способна покорить небо. А что же тогда говорить О земле? О земле. И тот, Кто до конца не огрубел, Дал имя Золотая колыбель. Так называя землю, Был он прав. Я Колыбель. Я не бездушный прав. Шагнул ребенок малый. Я горда. Беда седой вдовы. Моя беда. Мы на войне. Я с вами на войне. Совсем как Человеку больно мне. В кругу родных планет. Вращаюсь я. Как колыбель в домах. Качаюсь я. В огуши день Я улыбаюсь с детям. В огуши день Вечаюсь я. Народов на планете Без числа. А это я Одна их родила. Я миллионы тайн Открыла им. Мечту и грылья Подарила им. Дабы живешь Себя другим дарят. И матери Никого У меня Не прятят. Сным зрелищем. Впервые Сквозь огонь и дым Увидел я Волгу. Спокойный И величебо Текущий В своем русле. Итак, Мы достигли Желанной цели Волги. Но Сталинград Все еще в руках русских. И впереди Жестокие бои. Почему русских Уперлись на этом берегу? Неужели они Надеются удержаться У самой кромки? Это безумие. 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 Мама К воспаленным губам Подступила волна. Я река. Я тобою Земля рождена. На земле распахнулась. Раскинулась я. Дочь моя. А сегодня Солдатка твоя Подарила когда-то Ты мне берега. Я Большая река. Ты не только река. Дон Брат твой. Ты волка Его сестра. Два бессмертных потока Сверлись на века. Понеслись, Забурлили, Распев на трубе. И от рамки Освободили тебя. Надевала ты Синий наряд по весне. От твоих родников Была молода мне. Ты несла родниковый Запас чистоты. Жарила на память Невестам цветы. Улыбалась, Когда улыбались они. Ты воспалив Ночные огни. И избы Нащедрили Твои берега. Мать, земля. Я сегодня Встречаю врага. Разговор мой с врагом По особам грудь. Я надела Стальную кольчугу На грудь. Я Река богатыр. Я свободна, Как ты. Ты одним богатырским Размахом горды. Ты сиховала себя Цединеющим домом. И для братьев своих Стала прочным мостом. Продневиданный гуд Любовь, ты пальмы. Я застыла. Стала далеко. Я свяжу поедино Свои берега. Я Большая река. Я не только река. Будто грузчик Дружусь я В промерзших ночах. Я снаряды и танки Тащу на плечах. Зубы сжав. Я работы Грозно молчу. Уставать не могу. Отдыхать не хочу. Уйдетные краски Без жалосты иди. Братья падают Навстречу В объятия мои. Мертвых братьев своих Не могу я спасти. Буду слезы В Каспийское море нести. Ты, пожалуйста, Мама земля. Говори. Ты, пожалуйста, Силы свои собери. Я надежду Из родников принесу. Солнце С той стороны Облаков Принесу. Если губы твои От жары Пересохли, Для победы Я в жертву Себя принесу. Пей меня. Я как древняя чаша Проста Словно честь Неподкопного рода Чиста. Смой Тяжелую пыль И застывшую кровь И восстань И расплату Врагу Приготовь. Я река До бессмертия Вместе с тобой Никогда Ни за что Ты не станешь Рабой. Видишь, Встала страна Слышишь Наше Ура! До Брата Его Его Сестра Наши войска Стирали Самод Барикады На Волге Так и не дошли Хотя до нее Осталось Не более Сто шагов Русские Русские Они похожи На людей Они сделаны Из железа Ставят страха Невед усталости Не боятся огни Матросы На ледом морозе Идут в атаку В тельняшках А мы Мы Изнемогаем Каждый солдат Считает, что Следующим погибнет Он сам Быть раненым И вернуться В тыл Единственная надежда Лошадей Лошадей На этой полудохлой Клячь Наши солдаты Теперь Больше похожи На смену Они задерганно Мечутся В поисках Хоть какой-нибудь Жратвую А от снарядов Больше никто Не убегает Нет сил Идти Нагибаться Прятаться Проклят Я в войне Проклят Удивительно Солнечный день Постоянно Летают Русские Самолеты И методично Перепахивают Землю В 12 часов Дня Геринг Утешающе Говорит по радио Что мы Не отступим В 16 часов То же самое Говорит Гебберис Мне опять Становится Дурно Русские Полностью Окружили Армейский Корпус Мы В мешке Никто из нас Не помнит Войны Которая Проходила С такой Ожесточенности От Волга А вот Победа Со своей Семьей Я пожалую Вирус Только на том Свете Федмаша Фон Паулюс В своем Обращении А может Из завещания Припоручил Наше Будущее Богу Майнгоф Майнгоф Варум Хас Думих Тверлас Икшрая Абер Майн Хилф Фэрна Майнгоф Майнгоф Вас Хабыть Ваш Дев Следующая Песня Которую Мы хотим Подадить Нашим Гостям Она Называется Орден Ее Выписал Солдат Абгарец И Мы Буквально Сегодня Сегодня Отрептили Потому что Мы готовим 23 февраля У нас будет концерт И мы Эту песню Хотим Исполнить Первые Да Можно сказать Примеры Песни Нашим Исполнением Называется Орден Мне старушка Одна На вокзале По ухам Сказала Как не стыдно Сынок Жизнь свою Начинаешь С обмана Где-то Орден Купил Ибо Хвалишься Людям Сам Такой Молодой Сам Такой Загорелый Видно Сотыха Жаркого Юга Там Нападены Деньги Гулял Веселился Бездуна Ты Сними Не позорь Не позорь Фронтовые Седины Что Ты Знаешь Сынок О Войне Ничегошеньки Милы Что Ответить Старушке Седой Не Обидеть Бы Старость А Слова Правда Не Нелезут Как Будто Бы В Тягость Только Орден Рукою Прикрыл Чтоб Обиды Не Пачкать И Вдруг Вспомнил Афганское Небо Наше Небо Прозрачное Я Был Мог Рассказать Той Старушке Как Плакали Горы Как Снега Вдруг Расснели От Яркой Рябиновой Крови И Как Горные Реки Топили Последние Крики И Как Небо Швырело На Землю Горящие Миги А еще Ордена Как у нас На базаре Не встретишь Не купишь Ордена Как у нас На базаре Не встретишь Не купишь Его даже порой После некоторых богослужений на руках выносили Потому что не мог пройти Вот собственно Эту функцию Как бы продолжательную Деятельность Иоанна Кронштадтского Вот Ведет И дай бог Ему дальше продолжать вести Приход Люди Которые здесь Ну Я предлагаю Немножечко осмотреться Вот Зайдем Как бы немножко В историю Погрузимся Я недолго Я вас Погрузимся Ты нормально Наденешь Аскали Аскали Если это суббота Воскресенье То это примерно одно время С 11-12 часов Если это будни То 6 часов вечера работала Воскресная школа То есть как бы Что родители могли Дети А сколько час-два То есть часочек Вот так праздновать Ну воскресный день Суббота Там конечно подольше А вот такие дни Да Два часа Примерно А преподаватели у вас Приезжают Вот это вот здание Там используется верхний этаж Ну как А вы сами с ними Или мирские тоже с ними Вот люди занимаются У нас есть Вот у нас люди Которые занимаются с детьми Это педагоги То есть они по образованию Педагоги И только вот И у нас есть Особенность Направления Вот нашей воскресной школы Детельности Это православное краеведение То есть То что выбрано И Скажем приезжают Как Доп Образование С общеобразовательных Учебных заведений Вот именно по этой тематике Православное краеведение Это очень Такое Такое Востребовано направление И мы Как бы Его развиваем Это Православный буш Они работают у вас Да Педагоги В принципе Получается Да Нет Ну мы конечно Можем там Благодарить Поощрять Но Скажем так А много педагогов Вообще у вас Вот задействовано В школе воскресного Штат Около Десяти-двенадцати Ну хорошо Да В Москву ездили Еще вот недавно Про Иоанна Кронштадтского Ну с материалом Это даже Вы можете Лучше сказать Да Собирали По краеведению Об Иоанне Кронштадтском Он у нас Здесь был В Царицыне Раньше Волгоград Сталинград Царицын Назывался И Иоанн Кронштадтский Здесь был Ну вот На месте Царицына А кстати Еще сказать Есть документальный Сильм У нас Где-то В этом самом Что Патриарх Алексеев Второй В девяносто Этем году Когда вот этот Храм Еще наполовину Был построен Есть фотоснимки Есть документальные Съемки Что Здесь был Именно вот здесь Вот Здесь дорожка Была И Это самое И Приходил Приезжал Благословил Все это дело С третьего Храма И так далее Наш регион Скажем так Ну Патриарх у нас Здесь нечасто Был Скажем Вот Как-то Был Патриарх Да Именно сюда Приходил Приезжал Благословлял Сейчас еще 17 числа Мы собрались У нас Со средственной школы Совместно Батюшка Сказал Два часа Она Дети Тут Два Три Часа Находятся Но так Она вообще Работает Постоянно Каждый день Какие-то мероприятия Создаются Презентации И так далее Вот у воскресной школы Сказать Вот с сентября По январь У нас здесь было Проведено Как На территории города До района Всяких Вот таких Мероприятий 25 штук Группа Говоря Каждые три дня Какое-то мероприятие В том числе Вот я Господь Управил Все эти мероприятия Снимаются На камеру И отправляются На союз И все Все туда Передается И вот Сейчас собрались 17 числа Господь Управит Иоанн Кронштадтский Когда сюда приезжал В Царицын Он был Поехал Дальше Никольское село Село Никольское И мы сейчас туда Собираемся ехать Тоже так же С воскресной школой С директором Там я не знаю Как все получится Но с настоятелем Храма Того Уже созвонились И там вроде Как это самое Почему туда Потому что там Иоанн Кронштадтский Тоже был Там кто-то Что-ли организовал И что-то такое Туда собираемся ехать И так все нормально Здесь тоже Это у вас детская площадка Это детская площадка Вот крест Которого все начиналось Место освящения Храма Вот Давай Давай Заглянем Один Дальше 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 Да Кстати Ребята, всем я предлагаю приложить эту фольню в сверху празднованную Фронтштадт с Сетербурга привезенную. Так что, давайте подойдемте, как бы благословимся у батюшки Иоанна на предстоящее ваше путешествие. Я думаю, соприкосновение с батюшкой Иоанном не может пройти бесследно. Я уж не буду все говорить, что в моей жизни было связано с ним, но одно лишь прикосновение очень многое изменило у меня в жизни. Так что я предлагаю, как живому здесь сущему, как говорит молитва, мы прикоснемся, каждый со своими мыслями. Все, тут правильный Иоанн Кронштадтский, молим Бога, у нас подходите, по-моему, и так будем. Спасибо. 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 margin-люд 건... Ну, вообще, в регионе вот один из самых масштабных храмов вот этот вот сейчас возводится. Конечно, был такой момент, когда мы стали с вопросом поднять купол Собрать его, медью покрыли, 25 тонн вес И нет техники в регионе, которая может поднять И в день рождения Иоанна Кронштадтского День рождения Иоанна Кронштадтского Приехала сюда техника, увел владыка аркерейскую службу И приехал губернатор Все в этот день завязалось, сложилось И третьего числа купол подняли Два ладыки было Даже два ладыки было А техника-то приехала, вы заказывали или это как-то случайно? Мы о ней, знаете, вели разговор, ну, наверное, полгода, а то и восемь месяцев Вот, ну, все, где-то обещали, где-то говорили Где-то деньги там запрашивали Четыре миллиона где-то попросили Где-то два, где-то вертолет предложили Вот, ну, все это за деньги Ну, это много, это сложно Конечно, мы везде стучали, везде разговаривали, просили, да Но вот именно так собралось и все сложилось, что именно в день рождения Иоанна Кронштадтского Поэтому я нисколько не сомневаюсь и вам советую Особенно, если что-то не устроено в жизни Вот, в семейное ли, в какой-то там, к батюшке Иоанну, не постесняйтесь, обратиться А он вам очень-очень скоро поможет Вот, я просто убедился Это один из многочисленных таких моментов Ну, пойдемте еще немножко обойдем Это стройка от нас, территория достаточно большая Задумки достаточно, конечно, серьезные По территории Рустик, а там, не знаете, открыто-закрыто нижняя часть храма Знаете? Постойте, я с беда, если открыто, позову, закрыто Тут два храма, один нижний, второй верхний Ну, знаете, вот эти круглые кулашки Вы были в Верхотуре, в Верхотурском монастыре у нас? Нет Нет? Вот в Семенове Верхотурском, где мощи хранятся Закрыт, да? Вот там тоже крестово-звиженский храм Зайдем туда? Да, конечно Ну, если давайте, возьмите ключик, пожалуйста, откройте Ага, что там? Ну, вот похожий храм, только он еще длиннейший, он получается, огромный Вот его храмы, Иоанна Кронштадтского, они выдержаны примерно в одном стиле Вот такой византийский стиль Вот обычно вот так Ну, пойдемте, пока спустимся Пока нам... Субтитры сделал DimaTorzok Сергей Михайлович, у вас нет ключа от этого храма? От храма? Ага Ну, там, там, там... А, ну, там, руль... А там открыто? Да С той стороны? Да, да А вон, ручик пришел Это алтарь? Да, это алтарь. Вот он сейчас открытый, можно посмотреть. Только туда входить все равно пока не нужно. Вот такой монастырский видерный стиль. Вот мы были в Черностровском монастыре Калужской области. Вот это тоже показательный. По монастырскам. А там, конечно, нет. Там, конечно, высыпаем. Небезопасно для использования. Здесь уже служба совершается. Относится к Волгоградской епархии. Я настоятельно делаю. Сколько лет уже строится? Вот с какого? С 2006-го храм строится. Да, да, да. Ну, там история его еще глубже, конечно. Его даже было такое время, когда землю, территорию, вообще храм хотели продавать, поскольку земля в аренде была плавна. Вот. И там такие долги обременительные были, что просто хотели вот продавать, что называется. Я был настоятелем другого храма в то время, но это настолько... И вот именно когда вот это барбарское решение было принято продавать с молотка, закон был принят о том, что религиозным организациям землю давать безвозмездно в пользование. И все вот так. Господь правил. Господь помиловал. Господь правил. Так что вот действительно одни чудеса. Вот просто чудеса. А это еще бачка. Свай, территорию все нормально сделали. Свай забили. Свай земле три года насколько. Потом уже нельзя их использовать. Вот конец третьего года подошел, как их уже забили землю. Не было денег, чтобы начать строительство. Самого, ну, ноль выводить. И Господь правил. Нашелся человек, директор Ивашенко. Нашелся и все, начал делать. Только так же вот в конец вот прямо. На следующий год уже свай нельзя было использовать. Такое долготерпение в человеке должно быть. Кажется уже, что все-все-все. И если терпение до конца сохраняешь, то оно разрешается. Так что чудное место, чудные правды. Дай Бог ему быть. Ну, а вам Божие благословения. Я думаю, что частичку вот этого вот чуда вы увезете с собой. Оно будет работать в вас на своем месте. А можно с вами сфотографировать? Да, конечно. А где лучше? А где хотите? Можно на улице, чтобы общий вид видеть? Давайте в одном. Пойдемте. Пойдемте, сфотографируемся. Да, лучше не сфотографируемся. Легко все, сфотографируемся. Продолжение следует... Продолжение следует...